Снарядив наши рюкзаки и взяв все самое необходимое, я с Наденькой отправляюсь на приполярный Урал, чтобы сплавиться по реке под названием Лемва. 2 августа на поезде Нижний Новгород-Воркуда мы покидаем город и едем в купе до станции Инта. Ехать нам прилично, туда мы прибудем только 4 августа, около 3 часов ночи, но там полярный день и практически все время светло. Скажу про цены. Билет на двух человек, верхняя и нижняя полка обошелся нам в 11 тысяч рублей, в одну сторону. Цена назад была такой же. Сойдя с поезда, нас сразу встретил Виктор на Уазике. Я с ним предварительно договаривался о заброске в верховье реки. Этот трансфер нам обошелся в 13 тысяч рублей, расстояние примерно 80 километров от Инты. Сначала дорога была плохой, пока мы ехали через лес, а затем, выйдя ближе к горам, в лесо Тундру, дорога подсохла, и наша скорость выросла. Примерно через 3,5 часа мы были на месте. Сюда мы приехали с еще одной группой, из двух человек, а буквально минут через 10 приехала еще одна машина с туристами. Вот так начало, подумал я. Оказались в глухих местах, а народа полно. Так выглядят верховья реки, но уже ниже по течению. Через несколько минут, когда мы соберемся, накачаем байдарку и все упакуем, мы двинемся именно туда, преодолевая шеверы и перекаты. Задача на сегодня у нас будет простая. Это слегка оторваться от других туристов, проплыть несколько разминочных километров и влиться в сплавной ритм. Как только мы увидим подходящую стоянку, там мы и встанем на ночь. Все-таки сегодня мы очень рано проснулись. Плюс утомительная дорога тоже дает о себе знать. 8 часов 30 минут мы наконец-то собрались. Все вещи у нас упакованы. Они привязаны. Можно выплывать. Вот впереди сразу такой вот небольшой перекат, красивая скала. В общем, мы отправляемся в путь. Лемва нас сразу встречает легким простеньким перекатом. Правда, на повороте реки. А если учесть, что у нас байдарка не особо маневренная, то перекат становится еще более интересным. Мы его, естественно, проходим без проблем. Но расслабляться нельзя. Дальше тоже слышен шум переката. Кстати, река тут не особо приветлива. В плане берегов. Как видно, они сильно заросли кустарником. Вот такая лемва в верховьях. Очень часто бьется на протоке. Есть такие несложные перекаты. Много висит расчесок. Вот в этом месте она такая спокойная. Хотя вот впереди уже есть такой вот легенький перекатик. Ну, постоянно идут какие-то вот разбои и протоки. Вот такие вот верховья. Наконец-то на берегу появился вот такой вот лес. Вот уже скоро будет такая лесная зона. И, наверное, таких зарослей не будет. Вот очередной перекат. Вот это место очень красивое. Скальная стена, которая идет справа берега, вплотную поступила к реке. Вот еще один перекат. Хорошая здесь скорость, наверное, километров 10. Может, даже немного побольше. Воды, кстати, достаточно. Мы иногда камни цепляем. Но в основном проходим все-таки более-менее неплохо. После этого переката на левом берегу мы заприметили открытое место. Останавливаемся на осмотр. Возможно, именно здесь мы и проведем сегодняшний день. За сегодня мы преодолели 3,5 километра. И все-таки мы решили встать на стоянку. Поставим палатку, поедим, отоспимся, немного акклиматизируемся. Вот и уже завтра будем со свежими мыслями уже продолжать сплав. Место здесь интересное. Вот рядом находится скала. Вот чуть ниже по течению есть перекат. Выше по течению тоже перекат. В принципе, прыгать можно. Хариус здесь есть. Мы уже обогнали 3 группы сплавщиков. Возможно, кто-то есть впереди. Вот так вот лемва выглядит выше по течению. Отсюда мы проплыли. Вот как раз перекат. Вот где-то вот здесь, наверное, поставим палатку. Здесь есть песок. Вот поэтому колышки мы вобьем. И более-менее нормально должны будем расположиться. Ну, порыбачить тут, в принципе, места есть. Вот побродим, отоспимся. А уже завтра, когда выспимся, сделаем все дела, вот с утра возобновим дальнейший сплав. Ну, а сейчас будем заниматься хозяйственными, лагерными делами. Нам потребовался примерно 1 час, чтобы поставить лагерь и навести там порядок. Сейчас будем готовить завтрак. Сегодня у нас по плану рис с сушеным мясом. После завтрака небольшой отдых. Попробуем поспать. Хотя в палатке сейчас, ну, довольно-таки тепло. Вот, а уже после того, как передохнем, попробуем и порыбачить, вот, и немного осмотрим эти окрестности. Ну, и вообще будем здесь осваиваться. Сегодня уже 100% никуда не поплывем. Попробуем осмотреть эти места, порыбачим, вот. Ну, и просто будем отдыхать и наслаждаться этой природой. На Приполярном Урале наступил вечер. Мы передохнули примерно 5 часов. Перекусили рис с сушеным мясом. И, можно сказать, сразу отрубились. Время сейчас около 6 часов вечера. Если судить по московскому времени, мы решили немного порыбачить. Снарядили спиннинг. Будем искать подходящее место. Здесь есть перекат как вот ниже по течению, так и выше по течению. Вот, пойдем, наверное, сначала сходим немного пониже по течению. Посмотрим вот эти места. Попробуем найти какую-нибудь ямку. Ну, и попробуем поймать Хариуса. Вот так выглядит река чуть дальше по течению. Вот слева находится скала. Здесь небольшой перекатик. Вот так вот это место выглядит. Здесь пробуем рыбачить. Вот рядом с поваленным деревом пробуем кидать блесенку. Течение мощное, но пока что результата никакого. Вот буквально, наверное, минут 5 пробуем бросать. Но пока ничего не хлюнули. Если поклевок не будет, пойдем, наверное, вот к скале там попробуем. Место выглядит, по крайней мере, отсюда перспективно. Переместились мы чуть дальше по течению, вот на этот перекат. Здесь хорошая такая мощная струя. Вот небольшой поваленный куст такой. Пробуем, в общем, тут порыбачить. Пока что кидаем блесенку Blue Fox такого вот ядовитого цвета. Но если на нее дело не пойдет, попробуем, может, медную. Потом, может, на Мэпс. Вот здесь идет такой слив и как раз находится скала. Вот надо будет еще здесь попробовать. Место, мне кажется, очень такое перспективное. Здесь прям вообще красиво. В таких местах, с такими скалами я еще не был. Удивительное, конечно, здесь место. Скала придает прям такой колорит этой природе. Вообще обалденно. Вода холодная. Ветер, кстати, сейчас практически полностью стих. Вот, вылетела мошка. Не сказать, что ее очень много. Вот, в принципе, я сейчас нахожусь без накомарника. В общем-то, терпимо пока что. Ну, накомарник с собой. Вот, если ситуация будет ухудшаться, придется его одевать. Репеллентами пока что мы совсем не пользовались. Все-таки мы подошли к этой скале. Пробуем поймать рыбку здесь. Здесь такая вот мощная прям струя. Вот именно в этом месте мы завтра будем сплавляться. Здесь идет такой слип. Надо будет с левого края уйти. Вот, тут мы, скорее всего, наверное, в эту скалу немного упремся. Вот, и уже поплывем дальше. Потому что у нас лодка не особо маневренная. У нас не получится прям вот все так объехать. Скорее всего, мы эту скалу заденем. Вот, ну и дальше вот уже поплывем по такой вот более спокойной речке. Вот как дальше. Хотя все равно такие перекатики будут встречаться. Кстати, глубина вот не особо большая у этой скалы. И течение сильное. Камни постоянно вот, в общем, бьют блесну. Пока что поклевок нет совсем. А здесь вот такой затишок. Может, тоже, наверное, попробуем обловить. Вот, но не знаю, будет ли положительный результат. В общем, посмотрим. Наша рыбалка подошла к концу. Мы уже, можно сказать, вернулись в лагерь. Начали изготавливать дрова. Я поднялся немного выше по речке. Вот отсюда мы как раз приплыли. Вот вдали виднеются Уральские горы. Даже кое-где находится снег. Вот такие здесь интересные, красивые места. С дровами, кстати, тоже особых проблем нет. В некоторых местах есть плавник. Вот мы его насобирали. В принципе, для костра, я думаю, достаточно. Решили вот здесь немного посмотреть. Вот в таком вот лесном массиве. Но здесь ничего нет. Здесь вот просто мох растет, кустарник и небольшие деревья. И вот такой вот красивый вид открывается на скалу. Насобирали такую кучку дров. Развели небольшой пищевой костер. Начинаем кипятить воду. Сначала попьем кофе. А потом, скорее всего, будем готовить суп. Поклевка. Есть первый хариус. Обалдеть. Грамм на 400. 300-400 грамм. Взял на три крючка. Блюфокс метный. Мы сейчас как раз готовили кофе. Наденька решила порыбачить. Потом я подключился. Вот удалось поймать. Один хариус уже есть. Попробуем поймать еще хотя бы одного. Ничего себе. Прям возле берега. Есть, есть. Хороший. Тоже, наверное, грамм. 300-400 грамм. Можно теперь делать молосол. Субтитры делал DimaTorzok. Спасибо за просмотр. начинаю малосолить хариуса одну порцию может хотя уже сделал хариус я предварительно распотрошил почистил от чешуи он все выпотрошил такая вот тушка сейчас нарезаю на кусочки солю перчу и добавляю лук накрываю крышкой примерно после этого проходит полчаса и в принципе уже можно есть так я готовил два года назад рецепт простой и в то же время вкусный например на такие кусочки не толстые не особо тонкие закидываем эту мисочку ко всему еще посолю перемешаю поперчим немного еще черный молотый перец использую опять все перемешиваем хорошенько целая миска получилось хариуса свежепойманного накрываем второй мисочкой оставляем примерно на полчасика после этого можно будет есть наш первый ходовой день на ленге подходит концу хариус мы решили оставить все-таки до утра как-то он мало просолился еще добавили соли в общем оставляем его до утра вместо хариуса сделали по кружечке супа у нас еще вот оставалось с поезда немного вот перекусили попили чай и теперь отправляемся спать на приполярном урале закончилась ночь и наступило утро погода сейчас просто изумительное небольшой такой легкий ветер комаров и мушкары практически нет полностью и кстати ночью был небольшой дождь который к счастью для нас вскоре быстро закончился начинаем постепенно сейчас заниматься хозяйственными делами уже умылись будем разводить костер будем делать еду но перед этим немного осмотрим эти места сверху так выглядит наш сегодняшний путь кое-где видны скальные участки речка извивается но течет в одном направлении виды тут шикарные особенно где есть скалы люди тут тоже есть на повороте реки как раз рядом со скалой стоит туристическая группа а так выглядит верховья оттуда мы приплыли если посмотреть в центр экрана то там есть небольшая группа деревьев как раз там и находится наш лагерь сегодня нас сразу будет встречать перекат на повороте реки где слева находится скала это место очень красиво и его будет интересно проходить на байдар и вот так кстати выглядит маринованный хариус он у нас уже маринуется наверное часов десять примерно вот его вчера еще посолили сейчас он должен был уже за ночь точно просолиться какой-то он был слабо прям соленый надо было еще соли добавить он просто как это сделали он еще настоялся наверно вообще сейчас будет просто таять во рту будем пробовать решили мы все таки от малосола отказаться хариуса положили кипящую воду вот он минут пять примерно кипятится будем есть вареного хариуса с гречей малосол какой-то получился не совсем такой который я ожидал два года назад готовил как-то он был вкусней сейчас вроде все равно съедобно я немного поел но что-то не то в общем решили по этому рыбу сварить вот так выглядит наш завтрак приготовили гречку и гречки у нас сегодня вот такой вот хариус который был промолосолен и сварен получилось довольно таки неплохо время пол двенадцатого выплываем все хорошо идем сейчас тут идем слева вот к левому берегу да вот сюда нам надо слиться оп хорошо левым веслом вот прошли такой хороший перекатик первое препятствие на сегодня пройдено от стоянки отплыли вот буквально наверно метров на 500 вот такие красивые места здесь идут такие скалы впереди справа лес кругом речка пока что еще маленькая не широкая но течение такое хорошее вот показался очередной простенький перекат скалы остаются пока что позади вот впереди виднеется такой лес как раз на повороте вот уже показались люди и мы вот буквально минуту назад проплыли еще одну группу и вот я хочу сказать вот 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 на успела нагнулась сейчас правее надо брать вот по струе правым правым левым теперь нормально впереди опять показались красивые скалы быстро интересная речка здесь сайте уже вот видно то что ямки идут поглубже перспективные места для рыбалочки сейчас зайдем и левым веслом сейчас левым начиная левым а 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 трудно на этой байдарке рулить не получается вырулить приходится во всё врезаться хорошо левым и дальше поплыли теперь выравниваем все сейчас по струе просто идем вот нормально красивое место камни большие появились в русской реки впереди вот такая вот скала с лесом интересные места пошли вот показалось еще одно хорошее место с такой красивой скалой небольшой перекатик и вот такой пейзажик открывается наград нормально идем как раз проезжаем все расчески глубина есть и в них не врежем то они так опасно висят здесь на тот очередной небольшой перекатик где быстрое течение вот впереди опять скала показалось так сейчас под левый берег наверно будет ближе к нему держаться сейчас левым веслом аккуратненько тут вот еще висит одна расческой тут впереди камень надо от коряга вот нормально и правом давай сейчас до левым левым теперь все отлично вот как раз под левым берегом проход и идет нормально должно быть вроде воды нормально ну да сейчас надо будет левым туда выгребать вот красивое место идет такие несложные перекатики идут вот видно то что речка бежит вниз ну да не особо тут уже немного поинтересней какой-то небольшой порожек типа вот уже немного поинтересней какой-то небольшой порожек типа а это очередной перекат на повороте где мы не смогли вырубить на этой байдарке такие участки даются с трудом она совсем непослушная на ней не получается быстро маневрировать изначально я хотел приделать изначально я хотел приделать киль плавник курсовой стабилизатор я их взял две штуки но из-за небольшого уровня воды и обилия камней решил этого не делать мне кажется что они смогут быстро отлететь ведь тут много каменистых мель речка здесь немного успокоилась вот впереди все равно виднеется такая вот высокая скала она как бы чуть в стороне от реки но потом мы наверно к ней приблизимся нет тут нормально и правым правым теперь левым все нормально это был простенький такой сливчик левым левым давай левым ну вот блин ложись ты где там проплываем сейчас интересные такие места слева от нас такой таежный лес а справа вот такой кустарник какое странное сочетание главное в ту расческу вот не угодить давай правым правым выровнять надо вот так справа мель опять тут речка сузилась как будто самые какие самые прям верховья буквально ширина метров десять наверно вот такие заросли кустарника хотя скалы все равно вот рядом расческа впереди нагибайся еще одна расческа а вот так вот так вот так красиво впереди хорош мест да вообще скал такие вот тут прям расширяется так речка обалденно просто идем по струе а впереди катамаранчики похоже какая-то еще одна группа нам чуть левей чуть-чуть немного рядом со скалой бом проходить атака отлично вот эта скала шикарное место здесь кстати глубины особо нет ну может метр может около двух наверно вот тут где-то рядом со скалой сейчас двигаемся по такому вот более-менее спокойному участку но течение все равно есть как бы такой вот тут небольшой прям перекат идет совсем слабенький впереди опять показали скалы правом давай чтобы не улететь нам все нормально давай левом левом отлично и теперь по струе уходим дальше все отлично прошли хотя тут вот слив есть как раз давай в этот слив идем нормально он неплохо неплохо могло было быть и хуже чуть-чуть по камням проехались и вот выехали на такой перекат мы уже всего преодолели больше 16 километров речка здесь немного успокоилась вдали виднеется вот такие горки покрытые лесом надели они ут в и в в и Левым, давай левым Впереди расческа К правым Проходим очередной перекат Теперь с левого берега подступает вот такая вот скала Интересные места Перекатик тоже легенький Воды тут достаточно Прошли его вообще без всяких проблем Опять простенький перекатик Где хорошее течение Наверное километров 10 сейчас точно есть Немного лес отступил с берега Особенно с правого Такой немного тундровый пейзаж Хотя вот вдали виднеются такие вот высокие скалы Покрытые лесом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот очередной такой простенький перекат Проплываем рядом с расческой Быстрое течение И все проходится легко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ее надо будет обруливать Вот так нормально Идеально прошли Отмель получается вот справа А здесь вроде нормально Как раз воды Хватит, чтобы пройти А теперь левым Все хорошо Мне кажется Мне кажется, левее надо Сейчас будет остров Отплывать вот этот Слева Пойдем Так, левым Так, левым давай И вот речка И вот речка И вот речка поворачивает дальше Следующие перекатики ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После бурного участка Речка немного Речка немного успокоилась Слева идет Такой вот красивый Интересный лес Вроде как тоже На небольшой возвышенности Приятные запахи Глубина, наверное, в районе метра Может, полтора метра В общем, вода здесь есть Местность интересная Да Надо как-то аккуратненько Сейчас будет Да Обрежемся Опасное место Хорошо, что ты не сзади сидела Да Но мне прям этой расческой Она в меня врезалась В лицо, что ли? Нет Ничего, нормально Хорошо, идем Вроде тут воды нормально Много мелей всяких И часто лемва бьется на протоке Когда на две Когда на три даже В протоке Время очередные приключения у нас заплыли скорее всего не совсем хорошую протоку лимба 5 билась тут на два рукава пошли слева как бы по коренному берегу от протока была маленькая в результате вот чего здесь дальше вот не лучше он две протоки соединяются в одну сейчас наконец-то сядем байдарку и поплывем время сейчас пол пятого останавливаемся на ночевку общий километраж 27 километров и 100 метров здесь такой вот хороший берег здесь камни а вот чуть глубине примерно метров двадцать там старые стоянки есть костровище даже баня была походная у кого-то в общем место тут такое хорошее поэтому сейчас будем вещь перетаскивать и начнем заниматься хозяйственными делами и попробуем вечером порыбачить место вроде перспективные вот такая здесь шикарная поляна именно здесь мы будем ночевать вот пока принесли сюда вещи ну потом посмотрим где тут палатку будем ставить это разберемся чуть позже вот костровище а здесь кто-то делал походную баню значит дрова тут должны быть лес совсем рядом вот тут буквально совсем немного и начинается такой более густой лес здесь много свободного пространства особо камней вроде нет ну то есть палатку поставить можно будет места шикарные левый берег высокие от идет такая скала поросшая хорошим таким красивым лесом речка быстрое течение здесь будем ловить хариус и места здесь просто шикарные ну а сейчас на будет переодеться гидрокостюм в котором я плыл надо будет положить на просушку переодеваемся и начинаем обустраивать лагерь понемногу начинаем жевать лагерь поставили палатку насобирали дров вот такую вот стопку в принципе должно хватить сейчас попробуем развести костер будем готовить кофе а потом попробуем порыбачить попили мы кофе и чай теперь отправляемся на рыбалку здесь есть такой вот небольшой перекат хорошее течение попробуем поймать хариуса вчера рыба была поймана вот на такую блесну мэпс аглия тройка и здесь такой вот твистер небольшой попробую сейчас на нее же порыбачить может и удастся что-нибудь поймать чуть больше часа длилась рыбалка лова никакого поклевок не было несколько раз зацеплялся за камень пробовал ловить в разных местах вот на этом таком перекате течение очень быстро в общем поймать ничего не удалось поэтому суп делать не будем будем варить макароны которые будем есть сушеным мясом а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня получился такой первый полноценный насыщенный сплавной день Удалось сплавиться в принципе расстояние которое хотели Проплыли около 25 километров 23 наверное с чем-то Речка была интересной Были и перекатики Было много всяких расчесок Которые особенно очень часто встречались на повороте реки В общем приключения сегодня были На улице уже темнеет Здесь скорее всего нету такой прям темной ночи Как в средней полосе России Но такие сумерки здесь есть Хотя светает очень рано Где-то наверное в час или может быть пол второго Вот мы сделали уже все дела Попили чай, поели Теперь отправляемся спать Завтра наше приключение продолжится Завтра наше приключение продолжится Наступило утро Сегодня мы проснулись уже в 7 часов утра Сначала встали в 5 утра Было уже тепло А в 7 часов в палатке стало окончательно Просто припекать как в бане Поэтому мы решили то что надо вставать Будем заниматься хозяйственными делами Разводим костер Готовим еду и чай Я еще попробую сейчас порыбачить Вчера вечером плескался хорес Вроде как немного Поэтому попробую немного порыбачить С рыбалкой на этом месте не получилось Поклевок не было Порыбачил я наверное минут 30 Может 40 В общем ни одной поклевки не было Сейчас занимаемся приготовлением завтрака Кофе мы уже попили Также сделали по кружке чая Вот сейчас сделаем рис Его поедим сразу И одну порцию возьмем с собой в термосе Погода кстати периодически меняется Ветер сначала был Потом немного пропал Сейчас он вроде вот опять есть Когда ветерок Машки и комаров мало В общем их сдувает Тучи вот периодически приходят Но не прям такие дождевые А такие Ну немного грозные скажем так Вот Но в основном их все проносят И пока что вот Периодически выглядывает солнце Иногда оно скрывается за тучами Так речка выглядит дальше по течению Видно что она стала немного больше Берега другие Здесь преобладают хвойные деревья Хотя все равно кустарник кое где есть Также хорошо видны отмели Небольшие галечные острова И разбой лембы на несколько рукавов Наш лагерь понемногу опустевает Упаковываем вот оставшиеся вещи Уже практически все сделали Сейчас будем выплывать В пол одиннадцатого Отходим от нашей стоянки Прощаемся с этим красивым местом И двигаемся дальше Двигаемся сейчас по красивому участку Справа просто обалденные скалы Опять речка бьется на протоке Пошли в крайне правую Пошли в крайне правую Левом, левом Вот очередной перекатик небольшой Речка здесь расширилась Встречный ветер есть Довольно мощный Зато здесь нет комаров и мошек Нормально сейчас тут все пройдем Вода есть Левом Мы приближаемся к туристам Там на лодке кто-то Красивое место Здесь вот скала Видно, что там Туристы иногда ночуют Справа тоже вот скалы Местная здесь очень такая Красивая Очередное вот такое шкуродерное место Лемва опять тут бьется на протоке Идем по правой Здесь вот образовалась такая мель Пройти никак не получается Проход вот небольшой такой Тоже мелководий, конечно Но под левым берегом находится Сейчас будем тут вот это все Перетаскивать И уже поплывем И там два рукава должны будут соединиться Вот очередной поворот реки Поворот налево И на правом берегу Вот такая красивая скала Проходим вот Красивейший участок Подплыли к этой вот Большой стене По правому берегу Там вообще Обалденные виды здесь Речка понемногу расширяется Наверное сейчас Может метров Тридцать-сорок А течение еще хорошее Речка снова делится На два рукава Решили идти по правому Вот впереди Опять скала Но вот этот рукав Немного поуже Чем левый Вот нас встречает Такой небольшой перекат Скорость прям хорошая Вот такие красивые скалы Справа от нас Это вот получается Слева небольшой остров Возможно тут и есть рыбка Как раз вот рядом со скалой Проплыли мы за сегодня Уже 10 километров Вот так сейчас выглядит лемва С местами она расширяется Периодически так же бьется На две протоки в основном Иногда на три Но речка уже заметно Стала пошире На некоторых участках Есть солидная глубина Где-то метров пять Наверное Может даже где-то Чуть побольше Или около того Такие места тоже есть В основном рядом со скалами Вот так вот так вот Возвращаясь сейчас как раз по течению должны будем эти все мелкие участки обрулить нормально все у нас течение выносит вот такой интересный перекатик и сразу красивая скала за сегодня мы проплыли уже примерно 13 километров останавливаемся на обед сейчас поднялся такой сильный ветер комаров и мошкары естественно нет полностью остановились вот на такой вот галечный косе прям мощнейший ветер дует с перекусим рис который нас термосе сушеным мясом небольшой перерыв в районе получаса потом двигаемся дальше после обеда возобновляем движение ветер по-прежнему очень мощный но пока что он будет нам спину вот приятный перекатик хорошим течением вот очередной красивый участок плывем по небольшому перекату вот впереди такая вот грозная красивая скала о впереди утки что ли там стая утят снова мель приходится в очередной раз вылазить из байдарки и ее проводить надо сказать что это не единичный случай таких мест довольно много и лишь крайним случаем их удается пройти сходу я такие участки еще помню по полярному уралу на лангот йогане таких мелей тоже было предостаточно изредка пока мы находимся в верховьях попадаются такие спокойные плюс но здесь течение тоже есть а дальше опять все повторяется появляются мели потом перекаты а затем спокойное течение вот он приятный перекат в одном из рукавов лембы он тут хорошо воды достаточно было вот вновь интересный перекат справа рукав один один из рукавов лембов падает впереди скала слева скала красивые места как раз около дальних скал на левом берегу мы замечаем возвышенность рядом стоят рыбаки на лодке но вскоре они уплыли а мы решили осмотреть место подойдет ли оно нам для ночевки ведь проплыли мы уже достаточно место нам приглянулось оно не прям отличное но переночевать можно плюс нам еще хочется порыбачить а участок возле скал очень неплохо выглядит ведь не зря же тут стояли рыбаки наш лагерь постепенно оживает приобретает какие-то очертания расположились могут на таком берегу стоянка в принципе неплохая но конечно могло было быть и лучше мы уже поставили палатку сделали тут кое-какие дела развели костер набрали воды в котелок сейчас будем делать кофе и чай погода меняется сегодня вот такие вот тучи идут будем надеяться то что дождя не будет хотя конечно тучи выглядят неплохо в этом месте летает мушкара ее не прям много но достаточно ветер иногда бывает сильный порывами когда то пропадает полностью практически но в основном если есть ветер то мушкары или очень мало или нет совсем так выглядит наш лагерь с другой стороны если двигаться по ходу лембы как раз вот в эту сторону мы завтра поплывем правый берег вот в такой красивой скале здесь идет вот перекат и до того как мы сюда причалили тут рыбачили мужики на лодках тут у них клевал хариус ну попробуем наверное мы если позволит нам погода то есть здесь и 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 будем рыбачить дальше и все Наша вечерняя рыбалка Постепенно подходит к концу К сожалению, поймать нам ничего не удалось Единственный Хариус, который я вытащил В самом начале, он, к сожалению, убежал Когда я решил с ним Сфотографироваться Поклевки были, как у меня, так и у Наденьки Но ничего поймать Не получилось Сейчас пойдем в лагерь Будем готовить суп, к сожалению, не рыбный У нас с собой есть пакетированные супы Добавим туда картошку, морковку, лук И после этого поужинаем Наконец-то погода прояснилась Все такие грозные тучи Угнал ветер Сейчас практически полное безветрие Такой штиль стоит Машка летает Вот такой вот красивый закат Хотя через экран фотоаппарата Он не так красив, как наяву Как здесь Здесь прям вообще обалденно Начинаем понемногу готовить суп Очень много Машкары летает Ветра вообще никакого Условия становятся более такие Жесткие Сейчас Надя почистит картошку Пойду помою Наберу воду Потом я его буду нарезать И уже готовить Костерок у вас уже запален Субтитры делал DimaTorzok У нас сейчас в лагере Просто нереальные краски Сначала закат был такой оранжевый А теперь он стал красным Просто вообще обалденные виды А мы сейчас продолжаем заниматься Приготовлением супа Уже картошка, морковь и лук Опущены в воду Через несколько минут Будем добавлять Саму суповую основу Закат сегодня Правда нереальный Из оранжевого Он превратился в красный Наполнив эти леса Новыми яркими красками А с воздуха Это вообще все выглядит по-другому Субтитры делал DimaTorzok По воде видно, что ветер практически стих полностью Таким образом, наше пребывание тут становится более сложно В безветре активизируется мошка И мы уже ощущаем ее присутствие Это очень неприятно И ее становится все больше А так выглядит перекат Где я поймал Хариуса И именно тут у нас были поклевки Из-за поворота показалась наша байдарка Она видна издалека А мы тем временем будем доделывать суп Этот процесс уже в самом разгаре Добавим еще горсточку макарошек Минуток пять, наверное, еще поварится все И будем ужинать Хорошо Вот такой вот суп у нас получился Две тарелочки Заодно сейчас набрали водички Пока горит костер Делаем пол котелка с чаем Перед сном еще попьем А потом уже пойдем спать 15 минут десятого Мы поели Немного попили чай Практически все, можно сказать, оставили на завтра Суп получился очень вкусный, сытный Несмотря на то, что там Не было ни тушенки Ни свежего мяса Мы немного поели В прикуску сухого мяса И, в принципе, нормально Порция была такая Хорошая В общем, все дела сделаны Пора отправляться спать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому